Здравствуйте! С вами канал Виктор Сергеенко. Уже рассказывал, что на моем веку было немало разной техники. В том числе доводилось мне эксплуатировать, оставивший очень хорошее впечатление, мотороллер Муравей. Было у меня их три. Я купил сначала один, поездил на нем некоторое время, потом купил еще один. Но первый уже начал выходить из строя, очень интенсивно использовался, машины тогда не было. На нем поездил, а потом случайно мне предложили новый третий, но я его поменял уже второй на третий, тоже ездил довольно долгое время. Вот такая была ситуация. Очень хорошее впечатление, повторюсь, оставила эта техника. Надежный, неприхотливый, для мелких перевозок, ну просто исключительно удобен. Использовал его в основном на даче, ну и в городе что-то перевезти. На нем можно было перевозить, ну я не знаю, такие вещи, которые никогда не подумаешь. И довольно габаритные. Ну, все это было очень интересно. И ни разу за все время эта техника не подводила. И вот был один забавный случай. Он запомнился мне своей, ну скажем так, неординарностью. А дело было так. По каким-то делам поехал я в какой-то магазин. Сейчас уже не помню. А там было несколько таких магазинов. Это было в пригороде, такие небольшие магазинчики строительные. Там частенько были какие-то мне там материалы были нужны. Вот я поехал туда на этом мотороллере муравей. Приехал, стою там что-то там. То ли купил, то ли не купил. Сейчас уже не помню. Ну какую-то мелочевку попутно надо было заехать. У меня другой техники тогда не было. Машин еще не было никаких. И вот смотрю, подбегает ко мне один мужчина. Подходит, дескать, это твой муравей. Я говорю, ну мой. Выручай, говорит. А я говорю, а что такое? Что случилось? Помоги, говорит, перевезти мотоцикл. Я говорю, какой мотоцикл? Да вот понимаешь, я вот купил мотоцикл с коляской. Причем, ишь. Я сейчас не помню, ишь планета или ишь Юпитер. Это не важно. А он был упакован таким образом, что мотоцикл отдельно в ящике. Прямо так запакован, досками обшит. И коляска отдельно. Нигде, говорит, не могу машину найти. Ничего нету, а телефонов тогда не было. А мне сказали срочно забирать. И вот не знаю, что делать. Увези, говорит. Я говорю, да ты что, говорю. Ну в принципе, так прикину. Ну можно, конечно, увезти. Но как-то это все даже странновато. Ну вот он выручай, 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 выручай там. Пообещал там рассчитаться. Но это не главное. Дело не в этом. Просто, ну очень просил. Нужно ему было срочно. Я говорю, ну давай, куда везти. Ну он мне сказал, куда везти. Ну давай, говорю, попробуем. И вот мы погрузили сначала мотоцикл. Он мне сказал, куда везти. Адрес. А он остался караули и коляску. Ну а я поехал. Приезжаю. Ну правда, действительно, там можно считать, что меня ждали. Помогли выгрузить. А был у него частный дом. Ну деревушка неподалеку от города. Ну может километров 10. Ну выгрузили. Поехал я снова. Еду второй раз. Приехал. Коляску погрузили тоже. Увез коляску. Тоже у меня приняли, встретили. И после этого я вернулся. Он там ждал, чем дело кончится. Считался, что все увез, все нормально. Он меня благодарил, благодарил. И в общем-то очень был доволен. Ну в принципе мне труда это большого не составило. Но потерял некоторое время. Ну вот такие даже вещи может перевозить мотороллер муравей. У него задний борт откидывается. И вот эта коробка, она закрепляется с мотоцикла в частности. И неплохо все было перевезено. Вот такая интересная была ситуация. И коляску увез, и мотоцикл увез. Он, конечно, потом его собрал. И я его как-то раз встречал, мимо проезжая. Даже заехал, думаю, спрошу, как у него дела. И очень он был доволен мотоциклом. И мы так посмеялись над этой ситуацией. Он еще раз меня поблагодарил. И вот была такая забавная история. Ну а я до сих пор считаю мотороллер муравей очень удачной конструкцией. Служил он мне, ну, безотказно. Хотя, может быть, и комфорта в нем маловато, и расход топлива большеват. Ну, как бы то ни было, ездил на нем я много, что только не возил. И очень хороший мотороллер. Жалко, что сейчас таких нет. Видел я китайские трехколесные, тоже муравей называют. Но это близко не то, что было. Там и рама послабее, и двигатель какой-то более, может быть, капризный. Ну, не знаю, четырехтактники, они тоже неплохие. Но все-таки вот этот простейший тульский двухтактный двигатель, очень надежный, очень тяговитый. И никогда проблем не было. Вот такая была техника. Ну, и отказался от него, потому что у меня уже появились машины. И ставить его было некуда с гаражом. Тогда что-то у меня были моменты. И просто я обратил внимание на то, что уже года два-три дни вообще его не заводил и никуда не ездил. И посмотрел, посмотрел. Тут покупатель был, что продай, да продай, да продай. Ну, и я продал с легким сердцем ему этот мотороллер муравей. Помог еще ему его отогнать. А отгонять пришлось в деревню. Ездили мы вдвоем. Я на мотороллере. Мой друг на машине. Отогнали мы все это дело. Я оставил его, сели на мою машину. И поехали в город в Освояси. И с тех пор у меня муравьев уже нет. Сейчас у меня есть мотоцикл по старой памяти. Это рейсер-турист. Тоже неплохой. Но муравей, конечно, это была вещь. Так что вот такие были времена. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.